Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. Такого принципа продолжает придерживаться профессиональное сообщество ульяновских скейтбордистов. Осенью наша съемочная группа уже встречалась с руководством областной федерации. Тогда ребята закрывали сезон и рассказали о незакрытых проблемах, главной из которых отсутствие крытого скейтпарка для занятий зимой. В городском управлении физической культуры и спорта нам прокомментировали эту отцу в октябре таким образом. По поводу закрытого тоже есть реальность такого, что может быть да, это будет и лучше. Но с этим предложением пока до настоящего времени к нам как в управление спорта ребята эти не обращались. Потому что помещение в принципе им подыскать можно, но нужно опять понимать, что какое им нужно помещение. Готовы для диалога. В принципе, если ребята готовы, у них есть какие-то предложения, то мы всегда рады их видеть и пообщаться на эту тему. Однако общение было недолгим, как и поиск помещения. Они нам предложили выбрать из каких-то помещений, которые у них есть на балансе. Но, к сожалению, все эти помещения, они под наши категории, под наши необходимые условия, они, к сожалению, не подходят. В конце октября из управления пришла очередная отписка, мол, помещений больше нет, выпал снег. Но скейтбордисты не вернулись тренироваться в переходы, как было зимами раньше. Им удалось найти и оборудовать крытый скейтпарк самим. Помещение взято в аренду участника полностью на наши средства, на средства сообщества. Основным, кто нам помогал, это нервнодушные люди, которые сбрасывали нам донаты на краудфандинг и предприятия, компании и фирмы, которые нас поддержали, купив коммерческие вознаграждения. Таким образом, за 10 дней скейтбордисты собрали 520 тысяч рублей народных средств. Стоит отдать должное, в конце прошлого года федерация выиграла губернский конкурс. Грант 45 тысяч рублей от местных властей также пошел на обустройство помещения. Скейтпарк готов на 80%. Парни увлечены процессом, как тренировочным, так и ремонтным. В пятницу приходим сюда, немного покатаемся и начинаем строить. Обычно это занимает весь день, потому что это процесс долгий, сложный, надо разметить, собрать, все подогнать. Но это всем, безусловно, очень нравится, потому что помогать любимому делу – это приятно. В приоритете все же тренировки. С появлением помещения, где можно кататься зимой, ребята начали стремительно расти вверх. Ребята выучили новые трюки. Ребята как во флете, так и на фигурах. То есть есть грань, есть труба, есть различные вылеты, наклонные грани, рампы. Даже есть видео, где ребята делают трюки на видео, и я от них этих трюков никогда не видел. Более того, я сам из-за таких трюков не умею делать. Это просто замечательно. Если судьба крытого скейтпарка, можно сказать, решена, то вопрос с бетонной открытой площадкой все еще висит в воздухе. Работа над ней ведется уже 4 года. Парк с бетоном покрытием на пляже у Свияги должен появиться летом 2022 года. Но по информации скейтеров, сроки могут сдвинуться еще на год. Уже этим летом ребята хотели провести этап чемпионата России по скейтбордингу в Ульяновске. Но сделать это без соответствующей инфраструктуры невозможно. Мы продолжим следить за развитием событий.